МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 14 марта, и мы, ведущие программы День веков хронограф Юлиана Шахова и... Евгений Воскресенский. Приветствуем вас! Программа День веков поздравляет с днем рождения и желает счастья и успеха всем нашим телезрителям, появившимся на свет в этот чудесный день. Рады вам сообщить, что 14 марта в разные годы появились на свет такие замечательные личности, как... Бертюран Блие, французский кинорежиссер, и Билли Кристалл, американский актер, кинорежиссер... Сегодня 14 марта, вы смотрите программу День веков хронограф. В этот день в истории человечества произошли следующие знаменательные события. В 1024 году в летописи впервые упоминается один из красивейших русских городов Суздаль. А в 1044 началось строительство каменного Кремля в Новгороде. В 1583 году отряд Ермака разбил войско хана Кучума в решающей битве. В 1881 году на русский престол взошел император Александр Третий, и в 1883 умер Карл Маркс. В 1917 году Петросовет издал приказ номер один, вводящий демократические порядки в русской армии. И в тот же день, уже год спустя, в 1918 году, Всероссийский съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор. В 1953 первым секретарем ЦК КПСС избран Никита Сергеевич Хрущев. И в 1954 в Москве замкнута кольцевая линия метро. Сегодня 14 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». И наше путешествие в историческое прошлое мы начнем с событий, произошедших в эпоху Древней Руси. Именно в этот день, в 1024 году, в русских летописях было впервые упомянут город Сузд, которому было суждено стать одной из столиц Древней Руси. Изначально наши предки называли его Суждаль, то есть суженная или обещанная даль. Так и действительно, по меркам тех времен, когда матерью городов русских был Киев, Суздаль находился далеко от основных центров тогдашней Руси. В чещобе глухих приволжских лесов, на берегу тихой речки Каменки возник этот городок. Уже в 12 веке построен там Кремль и возведено старейшее ныне здание Суздаля Рождественский собор. Именно тогда, в годы правления сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукова, прозванного так, кстати, за страсть к приобретению новых земель. Так вот, именно при нем Суздаль стал столицей могучего Ростово-Суздальского княжества. Тогда были построены княжеская резиденция в Кидыкше и церковь Бориса и Глеба, положившая начало белокаменному зодчеству на северо-востоке Руси. Город очень сильно пострадал от монголо-татарского нашествия. Он был сожжен, а множество жителей уведены в плен. После этого город никогда не оправился, навсегда распрощавшись со столичной судьбой. И ныне это всего лишь небольшой провинциальный городок во Владимирской области. Но не зря в городе на протяжении всей истории строились храмы и монастыри. В наши дни это позволяет жителям города жить за счет туризма. Сейчас Суздаль с населением в 12 тысяч человек насчитывает полтора десятка гостиниц и гостевых домов, приблизительно на 1300 мест, и живет в основном туризмом. Но вернемся от туристических красот Суздаля к этим монголам-татарам, которые его и разрушили, а точнее к их потомкам. Вернемся. Ведь именно в этот день, 1583 года, отряд казаков под предварительством известного атамана Ермака Тимофеевича наголову разбил войска сибирского хана Кучума, захватив его столицу Иске. С того дня дорога в Сибирь была открыта для русских купцов, рудознацев и землепашцев. Об этом моменте, можно сказать, перефразируя Михаила Васильевича Ломоносова, богатство России Сибирью прирастать стало. Царь Иоанн Грозный наградил покорителя Сибири дорогими доспехами. Но они ему не принесли счастья. Через два года Ермак погиб в схватке с остатками Кучумова войска. Согласно народной легенде, он, спасаясь от наседающих татар, бросился в воду, но царский подарок, драгоценные доспехи, и утянули его на дно. Нелепая смерть, хотя сейчас имя Ермака известно каждому жителю Сибири. Обратимся к истории Европы средних веков. Именно 14 марта в 1489 году королева Кипра Екатерина Карнара уступает свой остров Венеции, завершая этим правление династии Луцинианов. Она возникла в результате крестовых походов. Эту династию простые греки, издавна населявшие остров, именовали попросту франками. Кипр был в 15 веке последним реликтом эпохи рыцарских завоеваний. Луцинианы и потомки иных феодальных родов правили там с 1192 года. Они очень жестоко обращались с местным православным населением, так как сами были католиками. Греческая православная церковь была официально заменена католицизмом. Ну что ж, хорошо, что с продажей острова Венеции местным жителям стало чуть полегче, хотя венецианцы тоже были добрыми католиками. Вообще день 14 марта это славный день в истории Италии, так как в этот день 1820 года родился Виктор Эммануил II, король Сардинии с 1849 года и первый король Объединенной Италии с 1861 по 1878 годы. Действительно, очень многие забывают, что во второй половине 19 века Италия оставалась еще разделена на несколько государств. Своим единством она обязана нескольким людям. Один из них, вышеназванный Виктор Эммануил из Савойской династии, а остальные это премьер-министр Сардинского королевства Камилло Кавур и виднейший полководец Италии того времени Джузеппе Грибанди. Именно их энергии Италии обязаны своим столь быстро осуществленным государственным единством. Ведь весь процесс собирания земель занял у этих людей всего 11 лет. С 1859 по 1870 годы. 14 марта 1881 года взошел на российский престол император Александр III. Благодаря подданным он был прозван миротворцем за то, что Россия при нем не вела войн, но ее голос в мировой политике был по-прежнему весом и значим. Сам царь производил на всех за рубежом, да и в Российской империи, очень сильное такое впечатление. Мощная фигура, выразительное лицо, звучный голос. Причем сильное в буквальном смысле слова. Император был очень силен физически. Известен случай, когда революционеры-террористы взорвали поезд с императорской семьей, и сам царь на плечах удержал падающую крышу вагона, позволив спастись своим близким. Кстати, именно этому самодержавному миротворцу принадлежит известное высказывание. У России есть только два союзника – ее армия и ее флот. А что ж, оригинальное звучание старой идеи насчет того, что добро должно быть с кулаками. Да, наверное. Но во всяком случае, Александр III, видимо, считал так. Его в целом успешный опыт борьбы с террористами внутри страны и эффективное отстаивание интересов России на международной арене подтверждает его правоту. Редактор субтитров А.Семкин